Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Серия G-Shock'ов GA-2100 уже стала известной, популярной и пользуется огромным спросом, но в феврале 2021 года выходит прозрачная версия, которая полностью меняет игру. Дело в том, что она выпускается ограниченной партией, поступает в магазин в ограниченном количестве и сразу раскупается. Ко мне подошли с этой моделью и сказали, есть три часа на то, чтобы снять обзор, а потом она будет продана. Такого я еще не встречал и в таких ограниченных условиях еще обзоры не снимал. Сегодня у нас однозначно одна из самых хайповых моделей 2021 года GA-2100SKE-7A. Ну а перед тем, как я начну обзор, попрошу вас подписаться на канал. Чем нас будет больше, тем легче будет договариваться с известными брендами часов и в обзорах будут такие вот интересные модели. Сверху корпус покрыт полимерным материалом прозрачного цвета, благодаря чему, собственно, и достигается такая красота. Интересно, здесь выглядят и винты, и кнопки, внутренности которых мы можем наблюдать сквозь прозрачный корпус, но самое интересное, что внутри у нас черное основание, выполненное из углеродного волокна Carbon Core Guard, информация об этом указана на задней крышке. Здесь же информация о материалах, о сборке и, конечно, о водонепроницаемости. 20 атмосфер, как и во всех дрешоках, в часах можно заниматься дайвингом без проблем. И, конечно же, они противоударные, за счет того, что и основание, и сам корпус выполнены таким образом, что падение, удара часов, они ни на что не должны повлиять. Здесь же и вторая интересная деталь, которая, в общем-то, и привлекает к серии GA-2100, это восьмиугольный рант. Он у нас в размерах чуть меньше, чем сам корпус. Сам корпус, в принципе, стандартный для G-Shock'ов. Вот у меня GW-M5610, он, в принципе, такой же, только рант отличается. Восьмиугольник. Здесь находят люди сходства и с Ademar Piggy Royal Oak, и с первыми G-Shock'ами DW-5000C, но в любом случае дизайн получился, конечно, на славу. И здесь же плоское минеральное стекло, оно утоплено ниже ранта, что значит защиту как от царапин, так и от боковых ударов. По ранту черные надписи, G-Shock, Protection и четыре названия кнопок. Но под стеклом черный циферблат, в принципе, основа взята с модели GA-21001. И здесь же у нас, конечно, толстая часовая и минутная стрелки со светонакопительным покрытием. Стрелочка в районе девяти часов, отвечающая за день недели. По внешнему кругу идут черные индексы, поминутные риски. Но, конечно, главное это инверсивный цифровой экран между четырьмя и шестью часами. К сожалению, инверсивный экран далеко не для всех удобен, но зато это выглядит очень стильно. По функционалу здесь, в принципе, все стандартно. Мировое время, можно посмотреть время в одном из часовых поясов. Далее секундомер, точность 0,01 и измерение вплоть до 24 часов. Таймер обратного отсчета, точность 1 секунда и также измерение до 24 часов. И функция будильника. Здесь у нас пять будильников. И здесь же можем задать почасовой сигнал, то есть в начале каждого часа будет короткий звуковой сигнал. Давайте же послушаем, как будет звучать наш будильник. Громкий будильник, от которого сложно не проснуться. И все по функциям. На самом деле здесь функционал вполне себе простой, стандартный для G-Shock. Также здесь мы можем, конечно, отключить звук нажатия кнопок. И интересная функция временного перемещения стрелок. Если они нам мешают считывать информацию с экранов, то нажимаем две кнопки, они перемещаются в удобное положение и считываем информацию с индикатора дня недели и с этого. За работу этих часов отвечает кварцевый модуль 5611. Точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц. И он питается от двух батареек 726. Примерный срок службы рассчитан на три года. Ну и, естественно, чем чаще будет пользоваться функциями часов, а также подсветкой, тем быстрее она будет садиться. Подсветка здесь электро-люминесентная. Естественно, на эту кнопку она активируется. Располагается между четырьмя и пяти часами. В темноте стрелки прекрасно подсвечиваются. Ярко-зеленый цвет, но как только мы включаем подсветку, то сразу читаемость значительно улучшается и информация с табло легко считывается. Подсветка сейчас горит полторы секунды, в настройках можно изменить на три. А вот и, пожалуй, самая интересная часть сегодняшнего обзора, то как эти часы выглядят на запястье. Кстати, дополнительные фотографии этой модели вы можете видеть в моем инстаграме. Габариты корпуса высота 48,5 и ширина 45,5 миллиметров. Толщина 11,8. Часы не такие уж и толстые, измеряется по ранту у нас толщина. Что же касается ремешка, то он, как вы видите, максимально прозрачный, как льдинка. В отличие от корпуса, корпус все-таки немного мутноват, ну а ремешок полностью прозрачный. Расстояние от края до края ушка 26 миллиметров, то есть ширина начала ремешка 26 миллиметров, далее он сужается и переходит в классическую пряжку, часть которой мы, кстати, видим сквозь этот ремешок. На запястья от 14 до 22 сантиметров подходят эти часы, то есть от мала до велика. На маленькие, на средние, на крупные запястья подойдут всем. Вес же часов 51 грамм, они очень легкие и почти не ощущаются на руке. Действительно необычная модель, идеальный вариант, я думаю, на лето, в отпуск, на море, ну и конечно, ее можно использовать и на каждодневную основу, но учтите, что в яркие солнечные дни читаемость инверсивного дисплея не так хороша. Подводим итог, и понятно становится, почему эта модель такая популярная. Во многом за счет своего дизайна, вообще дизайн серии G2100 уже себя зарекомендовал, и я два раза делал обзоры на часы из этой серии, один раз черная модель и другой раз интересная комбинация с милитерирантом. Здесь же к этому дизайну добавляется фишка в виде прозрачного корпуса и прозрачного ремешка, безусловно, модель выделяется из общего ряда и выглядит это красиво, очень красиво вживую это выглядит. Плюс здесь мы имеем и стандартные G-SHOCK-овские преимущества, это и противоударность, и водонепроницаемость, и функционал, да и также подсветка здесь не подвела, комбинация электро-люминицентной и светнокопителя на стрелках, прекрасно работает в темноте, однако здесь нет конечно функции автоподсветки, которая свойственна для большинства G-SHOCK-ов, но это здесь компенсируется некоторыми другими свойствами, например, функция временного перемещения стрелок, или же втулками на нашем ремешке, которые позволяют с легкостью его менять. Кстати, что касается ремешка и его смены, возможно у вас возникнет вопрос, а не начнут ли эти часы желтеть, особенно ремешок? Ну, вы знаете, я думаю, что со временем конечно это начнет происходить, но учитывая то, что касио работает над качеством материалов, я думаю, что это не ждет вас в ближайшее время, то есть скорее всего это конечно произойдет через несколько лет эксплуатации, но это конечно все зависит от того, кто и как их использует. Если же брать какие-то существенные недостатки, которые видимо здесь и сейчас, то инверсивный дисплей, хоть он и стильный, но далеко не самая лучшая читаемость, и далеко не всем он подойдет, и конечно же здесь стоит отметить редкость модели, ее очень сложно найти, даю вам небольшую инициативную информацию, ожидается поступление этой модели снова в Россию где-то в июне, в начале июня, поэтому следите, записывайтесь в виш-листы в магазинах, делайте заявки, но к сожалению больше ничем не могу помочь, цена модели где-то в районе 11-12 тысяч рублей, и за этот экземпляр, я думаю, это просто невероятный ценник, однозначно стоит брать, я даже уже сам себе задумался об этой модели, и на самом деле не хочу отдавать обратно, хочется ее оставить себе и носить этим летом. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео, также если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями, а на этом все, всем пока!